Всем привет! Сегодня у нас пасмурная погода, но это нам не мешает сделать интересный обзор прикольной вещи. Сегодня нам пришел сверло со шнеком. Это для бушкрафта уникальная вещь, которая позволяет буквально за час вам построить полкухни, столы, стулья, мебель. Сейчас я вам покажу. Выглядит оно вот так. Это помещается на ладони. Довольно такая легкая вещь. Вот сверло по дереву, вот шнек. Шнек соответствует диаметру сверла. Чуток может быть, да нет, наверное, скорее всего одинаково. Что он может делать? То есть сверло может сверлить за несколько секунд вот такие дырки. То есть вот толщина с палец древесины. За несколько секунд сверло пропиливает махом. Дырки позволяют нам отверстия, да. Например, вот я в доске сделал, и если сюда забить какой-нибудь нагель. Нагель это у нас какая-нибудь палочка, да, которая в размер встает. То мы их соединяем. Тем самым мы позволяем строить различные конструкции, да. Вертеть, чтобы она у нас мельница была там, да. Основа для грабель каких-то, еще чего-то. Вот. Как работает вот этот шнек? То есть сначала он маленьким саморезом, да, вгрызается в древесину и удерживает. То есть тут вот я спокойно кручу рукой. Вот я кручу, слегка надавливаю, и сейчас основные зубья начнут вбуриваться. Вот они пошли. Вот царапают. И я уже рукой его не проверну. Поэтому сюда вставляется палочка любая. И одной рукой, палочкой, я без проблем начинаю сверлить. Вот он пропиливает канавку. И, соответственно, это нельзя делать на песке, на земле, на камнях, потому что первым, вот сейчас я уберу его, первым будет выходить саморез, да, вот этот, который зацепляется. То есть еще дырки нету, да, но саморез уже вышел. И он будет тупиться. Собственно, что это нам позволяет делать еще? Например, я обязательно нужен киянка. Я ее могу сделать вот из такого пенечка. Для этого мне очень помогает мой верный товарищ, швейцарский ножик. Помимо ножа, здесь хорошая пилка. Я про него делал обзор. Он за несколько лет ни капельки не изменился, не затупился. И этой пилкой я как раз отпилил себе вот такую рукоятку удобную. И шнеком выбил сверху. Как работает сейчас шнек, я покажу тоже. Она подходит идеально под отверстие, которое я сделал. О, гранат какая, колотушка там, да. Можно сделать, вот я вбок впилил. И, соответственно, мы вбиваем сюда. Если чуть-чуть не подходит, то ножом мы подтачиваем, в распорку входит. То есть, у нас заходит сюда очень плотненько. Как вы видите, что мы получили? То есть, имея какой-то пенек, четыре отверстия, четыре минуты. Еще пару минут на заготовленных досках, в этих палках вы делаете ножки, и у вас готовый стул или стол. То есть, как я говорю, на четыре человека стол, кто-то ходит, заранее пилит веточки. И вы делаете готовую мебель, которую вы можете потом на этом кемпинге оставить и забыть про нее. Дальше. Собственно, шнек позволяет в цилиндрических поверхностях, вот прям очень легко, на всю глубину заходя, делать кружечки. Сейчас я их вот здесь еще насверлю, объединю, ножом подрежу, и у меня будет емкость. К этой емкости я приделаю интересную ручку, вот сюда, и у меня получится такая кружка, емкость для сбора воды, для поливания в бане куда-нибудь, еще что-то. То есть, бытовая мебель такая, посуда получается. Как мы делаем, например, вот лопату или киянку, молоток какой-то мощный. То есть, вот шнеком я обозначил, какой диаметр мне нужен, и пилочкой я отпилил по кругу. Теперь я беру шнек, сейчас, ставлю вот сюда на кончик, и сверху наношу удары молотком. Что у меня сейчас получится? Молоток у меня деревянный, то есть, вот я им стучу, и у меня откалываются вот такие вот щепочки. Они мне, кстати, пригодятся, то есть, от меня вот тут очень много щепок, и у меня есть маленькая печка щепочек, с ней я вам познакомлю позже. Заранее рекомендую пропилить вам вот на нужную глубину канавку, вот эту, потому что, если вы не пропилите, то древесина треснет вот здесь, вот вы видите, у меня пошел отрезок вот сюда. И это, соответственно, нарушение прочности, поэтому лучше заранее сделать запилы. При вбивании шнека, вот так вот, он очень сильно упирается в края вот здесь. И чтобы его вынуть, приходится обратно вот так вот, то есть, вбивать его, либо вот подрезать, и потому что, ну, очень сильно он вжимается вот в это отверстие, и руками его не вынуть. Особенно это я прочувствовал на сырой палке, то есть, вот клен срубил сырой, и приходилось, пришлось сбивать его. Вот этот нагель я даже не подрезал, и он ударами в распорку входит в древесину. Если ее замачивать и сушить, то нагель вообще потом зажимает очень сильно. У французов, у скаутов я видел следующую тему. Чтобы нагель не вышел, то есть, делается вот здесь пробоина, и вбивается маленький чопик. То есть, эффект такого, как вот вы молоток или топор расклиниваете, клин. И клин разжимает нагель в древесину так, что скрепляется настолько прочно, что она выдерживает изломы, повороты. Очень крепкая. Они строят целую двухэтажную конструкцию такого, типа, ну, под навес, под жилой модуль. То есть, там, кровать они делали. Вот они у нас подходят. Одним из первых инструментов, конечно, надо делать киянку, колотушку, которой вы будете долбить. Собственно, по лиственным породам древесины некоторые сухие, очень-очень плохо входил вороток. Настолько, что я их просто вот туда выбросил, потому что они мне, ну, я побоялся, что начнут упить его. А вот на сосне, даже на сухой, очень хорошо пилится. То есть, вот у меня колотушечка получилась. Сейчас из нее я сделаю не колотушку, а кружку. на одну дырку по волокнам у меня уходит где-то одна минута. То есть, пять минут, пять дырок на глубину сверла. Вот в таком варианте я делаю подставки под свечки, расставляю, ветром их не заваливает, они стоят, довольно смотрятся неплохо. Соответственно, если дальше делать нечего, то можно прорезать какие-то окошечки вот здесь, сделать там резьбу, вот здесь вот фигурные надрезочки ножом можно сделать. И получится довольно романтичная и красивая штука. Вот еще одно отверстие сверлим. Если ставить близко, то они ломаются. Можно, конечно, доработать ножиком, но выбирайте четыре или пять дырок разных, они потом объединятся как раз ножом. То есть, не близко вот так вот, выходило. Вот я вбил в нее нагель. Получилась такая кияночка или кружечка зачерпывает. То есть, я еще насверлю тут побольше. Кстати, я говорю, с киянки надо начинать очень удобная вещь. Вбивать конструкции в древесину куда-то забивать колья, работать тоже со шнеком. Очень удобно. В общем, теперь самое главное. сколько он стоит и где его купить. Можно сделать самим. Я не стал заморачиваться, потому что я знаю, что вот лично сам я в гараже у себя такое не сделаю, а чтобы сделать нужные инструменты, которых у меня нету. Поэтому, если проставляться друзьям, выйдет дороже, чем купить на Алиэкспресс за 560 рублей. Поэтому не парьтесь, там есть и чехольчики под него классные, чтобы на поясе носить. То есть походы с ночевочкой вы можете оборудовать себе хорошо стоянку, используя вот такой инструмент. И, говорю, и киянку обязательно. Ну и не забываем про хороший нож, который верный ваш товарищ спасет вам жизнь неоднократно. Большое спасибо за внимание. Увидимся. До новых встреч, друзья!